Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать на нашем вебинаре, вебинаре Директ Академии. Я надеюсь, что меня хорошо слышно и видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Спасибо. Сегодня у нас одновременно последний вебинар нашей вебинарной недели и первый вебинар лета. И одновременно начинается наш последний вебинарный месяц, месяц июнь. Правда, месяц июнь у нас полностью наполнены вебинарами, вплоть до последних дней почти. И почти каждый день, кроме праздников и выходных и предпраздничных дней, может быть, у нас будут вебинары. Да, я знаю, что у нас на Востоке в некоторых областях идет снег, но, тем не менее, первый день лето, и я вас с ним поздравляю. У меня сегодня будет несколько больше объявлений, чем обычно. начну я с традиционных объявлений о том, что в самом начале чата располагаются две важные ссылки. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров теперь уже на последний месяц, июнь, до конца июня. На все вебинары вы можете записаться. Почти все темы уже определены и расставлены по своим местам, так что можете смело регистрироваться. Напоминаю, что также прямо в нашем интерактивном расписании вы можете посмотреть записи прошедших вебинаров. Это очень удобно, прямо из расписания. Ну, и к вопросу о том, где хранятся записи наших вебинаров, это вторая ссылка на нашем видеоканале на Ютьюбе. Хранятся записи уже почти трехсот наших вебинаров. Триста будет на следующей неделе, я об этом специально объявлю, это будет у нас такой небольшой юбилей очередной. Вот, так что я вас призываю подписаться на наш видеоканал на Ютьюбе, чтобы получать информацию обо всех записях. Запись этого вебинара тоже ведется и вы получите информацию, он будет помещен сегодня-завтра тоже на наш видеоканал. Ну, а теперь обычно я в этом месте делаю анонс анонс следующих вебинаров. Но сейчас я поступлю иначе, я начну наш сегодняшний вебинар. Мы переключимся на презентацию и первым кадром этой презентации будет кадр общего характера. Сейчас вы это увидите. Ну, а пока я озвучу тему. Нет, давайте сначала все-таки перейду на этот кадр. Итак, у нас закончилось, у нас большое объявление, у нас вчера ровно в 24.00 закончилось голосование за темы вебинаров. И вот я озвучиваю победителей. Как я обещал, первые три вебинара, набравшие больше всего голосов получат право проведения собственных вебинаров. Вот я первую шестерку рейтинга вам озвучиваю. Всего проголосовало, так уж получилось, ровно 100 человек. Из них 61 голос был подан за вебинар под названием «Библиотечный информационный квест». Анастасия Пахарукова, автор этой идеи. Второе место заняла тема о конструировании веб-квестов образовательного назначения, теоретической и практической части. Автор Сергей Напалков. Как видим, первые две темы победительницы связаны с веб-квестами. Это удивительно, может быть не так удивительно, но это говорит о тенденции в голосовании, достаточно серьезной. Надо будет на это обратить внимание в будущем году. Ну и третья тема, которая победила, это секреты эффективной презентации и проектов, Лазат Шельдебаева. Всем этим трем авторам мы предложим провести вебинары в июне месяце. Ну и темы, которым немножко не повезло войти в тройку, это публичные выступления Татьяны Яковчук, как нам написать хорошую научную статью, которую опубликуют в импактном журнале, и будут цитировать Вера Хорина. И комплектование фонда удаленными ресурсами Ирина Лакиза. Этот конкурс нам позволил немножко понять, какие тренды существуют и что вам интересно. Мы постараемся учесть это в следующем году. Ну а пока хочу как раз представить вам следующую тройку вебинаров, которая будет проведена. И вот, не откладывая в долгий ящик, хочу отметить, что уже четвертого числа, то есть понедельник, у нас будет одна из тем из тройки победителей. Это второе место о конструировании веб-квестов, образовательного назначения, теоретическая и практическая часть. Сергей Напалков проведет этот вебинар. Шестого числа у нас будет мой вебинар, интерактивные путешествия в учебном контенте. Я вас всех приглашаю, будет интересно. И седьмого числа, это, если не изменяет память, четверг, Константин Костюк, наш генеральный директор, проведет вебинар под названием «Международная практика использования электронной книги в научных библиотеках». Приходите тоже. С остальными двумя авторами, с которыми я еще не связался, я сегодня обязательно свяжусь. Объясняю, почему так рано мы связались с Сергеем Напалковым. Долгое время его тема лидировала и лидировала с большим отрывом. И так как четвертого числа у нас образовалось место, где можно провести вебинар, я заранее с ним связался. Ну, я не ошибся, его тема осталась в тройке лидеров. И даже с большим отрывом, как вы видите, первые два места с большим отрывом лидируют. Поэтому мы так заранее предугадали уже на четвертое число первую тему из тем победителей. Ну что ж, про конкурс, наверное, пока все. Да, если здесь присутствуют победители, я прошу самим связаться со мной. Ну, если это не произойдет, я в ближайшее время сам свяжусь, и мы договоримся на какие-то дни в июне провести вебинары. Что ж, давайте вернемся к первому моему кадру с тем, чтобы перейти, наконец, к теме нашего сегодняшнего вебинара. Тема... Так, сразу отвечаю Ольге Николаевне, которая интересует вебинар вот такой вот фразой, чтобы она сразу здесь звучала для всех. Одну минутку, я отвечу письменно. Это фраза, которую мы пытаемся сейчас довести любыми способами до всех наших слушателей. У нас изменилась форма выдачи сертификатов. Мы их теперь не рассылаем. Теперь вы сами можете получить свои сертификаты на странице выдачи. Все написано вот по этой ссылке, как и что делать. Я думаю, что это удобнее, потому что раньше были у нас достаточно серьезные проблемы с тем, что до ряда слушателей не доходили наши рассылки. Ну что ж, сегодня мы поговорим о таймлайнах или об осях времени. В этом году мы уже несколько раз о них говорили, в частности в вебинарах Марины Орешко. Но мой вебинар будет несколько отличаться от вебинаров Марины. Мы сегодня подробно изучим один сервис для создания таймлайнов. На мой взгляд, наилучший сервис. Поэтому сегодняшний вебинар, он будет носить не обзорный характер, а скорее учебный. И по этой же причине я вам советую скачать мою презентацию, потому что там много ссылок и вам могут эти ссылки понадобиться для того, чтобы в памяти возобновить то, что я здесь вам говорю. Давайте приступим к нашей работе. Вот здесь вот, да, ну несколько слов вообще о таймлайне, что такое таймлайн. Таймлайн это такой интерактивный элемент, в котором по горизонтали, как правило по горизонтали, иногда по вертикали, отложено время, а по вертикали располагаются какие-то события. События описаны какими-то контентными частями, материалами, текстами, звуками, видео, графикой и прочими, может быть, другими интерактивными кусочками. Вот, все это вместе составляет интерактивный таймлайн, и это чрезвычайно интересный способ подачи контента как вообще, так и в учебной практике. Дело в том, что практически любая дисциплина имеет некий временной контекст. Прежде всего, это, конечно, историческая часть, то есть у каждой дисциплины есть своя история. У математики есть история математики, у физики история физики, у экономики, разумеется, есть история экономики и так далее. Практически нет ни одного предмета, даже самого современного и актуального и прикладного, у которого бы не было своей истории. И эта история практически всегда является частью этого предмета. Более того, часто преподавание в историческом ключе является вполне легитимным способом подачи информации вообще. Вот, например, школьники, проходя математику, проходят ее часто именно в той последовательности, в которой происходило накопление знаний в этой области. Потому что сначала математики, древние математики доходили до более простых вещей, потом до более сложных и так далее, далее и далее. Вот. Ну, тоже часто то же самое происходит и в других дисциплинах. Кроме историчности, есть еще, да, ну вот пример, например, из пример из химии, время открытия разных элементов. И вполне эту информацию можно подать на оси времени, и она будет очень полезна. Пример из преподавания налогов, например, или экономики, это время, когда были введены те или иные налоги, когда изменялись ставки налогов. Как известно, с течением времени в любом государстве происходит изменение ставок налогов. И если не знать, когда это произошло, то документы уже 10 и тем более 20-30 летней давности непонятны современным бухгалтером, поэтому обсуждение предметов во временном аспекте, опять же, очень-очень полезно. Ну, я не буду здесь приводить примеры, их может быть масса. Я со временем вам, ну, да, я могу обратиться, например, если говорить о прикладных предметах, я могу вновь вас адресовать к первой ссылке в нашем чате, к нашему расписанию. Вы увидите, что наше интерактивное расписание тоже сделано в технологии таймлайна, вот, и как раз в том самом сервисе, о котором я говорил. Таким образом, в этой технологии можно сделать также и совершенно прикладные вещи, такие как расписание вебинаров, расписание занятий, расписание каких-то мероприятий и так далее. В общем, получается такой всеобъемлющий сервис, который позволяет много чего, много чего показать. А все потому, что временной контекст, он является очень и очень важным вообще для нас. Все, что мы делаем, происходит во времени. И когда мы явно выводим на Божий свет вот эту зависимость от времени каких-то событий, это становится очень серьезным методическим приемом, который позволяет лучше усвоить материал. О, я вижу Игорь здесь. Спасибо, что вы здесь. Да, все верно. Дидактическая ценность таймлайна, на мой взгляд, красоты больше, чем ценности. Во-первых, я не разделяю красоту от дидактической ценности. Как правило, там, где нет красоты, красоту я понимаю не в смысле бирюлик и вензелей, а в том смысле, в котором дизайнеры ее понимают. То есть, часто говорится, что хороший дизайн – это тот, который не видно. Вот я за такую красоту, за такую гармонию. И как раз красота мысли… да, это уже нечто более глубокое. Вот, на мой взгляд, таймлайн GS, который вы, кстати, знаете, он содержит в себе вот этот минимализм, хороший минимализм с элементами красоты, такой очень ненавязчивой красоты, достаточно утилитарной, скажем так. И вот дидактическая ценность уже в том состоит, что элементы, когда элементы не обладают этой простотой дизайнерской простотой, когда мы это не видим, они сами по себе отталкивают. То есть, если мы то же самое пытаемся показать, например, текстом или каким-то другим приемом, ну, есть приемы, которые также хороши, например, тот же таймлайн можно выразить в виде развивающегося учебного ролика, когда какое-то событие развивается во времени. Вот. Ну, тем не менее, это и то, и другое. Дидактический прием заключается в том, что мы временной контекст поднимаем на уровень осознанного. Иногда мы просто пишем какие-то тексты, в которых присутствует временной аспект, временной контекст, но он находится где-то на втором плане, и его не осознают, учащиеся не осознают, в то время как он очень важен. Ну, вот такой пример, что, например, учебник истории, прошу прощения за тавтологию, например, учебник истории, в котором внутри каждой главы невозможно полностью все перечислять в той последовательности, как происходило, потому что логика каких-то событий, она сложнее, чем простая их последовательность. Разумеется, авторы таких учебников постоянно сбиваются с оси времени на какую-то другую логику. А тем не менее, показать простую последовательность событий в графической форме тоже очень важно. И это сразу дает новые какие-то мысли. Например, просто понять, на каком расстоянии временом друг от друга находились определенные войны, рождение и смерть определенных великих людей и так далее. Это дает большую пищу для размышлений учащихся. Ну, вы знаете, давайте пойдем вперед, потому что я на эту тему могу размышлять очень долго. Для меня временной контекст – это очень важная мысль, которую можно обсуждать почти бесконечно. Давайте все-таки пойдем к реальности какой-то. Ну, вот я вам советую, во-первых, несколько ссылок почитать, что-то почитать, что-то посмотреть. Сейчас я вам буду отмечать по ходу дела. Так, я включу отмечалку. Вот эти две статьи, к сожалению, они написаны в Телеграме, могут у кого-то не открыться. Но это хорошие статьи по истории оси времени таймлайна. Их стоит почитать просто для введения в философию данного элемента. Есть несколько примеров таймлайнов ручного изготовления. Что значит ручного изготовления? Это значит, без какого-то инструмента, при помощи которого достаточно просто их изготовить, вот таким вот прямым дизайном и прямым программированием. Очень красивые решения, поэтому тоже посмотрите на досуге. Собственно, то, что мы сегодня будем изучать. А также несколько альтернативных сервисов. Можете их на досуге посмотреть. Кому-то, может быть, понравится дизайн другой. Ну, я потом скажу, почему мы будем именно вот этот изучать сервис, таймлайн.js. Количество этих альтернативных сервисов, отобранных мной, говорит о том, что, вообще говоря, таймлайны являются очень популярными инструментами, которых среди интернет-сервисов десятки и десятки. Это вот только отобранные мной пятерка, ну, плюс еще одна. Вот те, которые на слуху достаточно популярны и, на мой взгляд, достаточно интересны. Дальше речь идет об учебных роликах. Так, вот, к сожалению, здесь не сохранились ролики и еще ряд роликов. Но хочу сказать вам следующее. Вот есть учебные ролики по сервису, который называется DeepTekom. Сервис, к сожалению, сейчас уже не существует, но я вам советую посмотреть вот эти два ролика. Это мои ролики. В них как раз представлены примеры и некоторая история развития идеи. Про этот сервис немножко позже поговорю. Он был достаточно хорош, но, к сожалению, умер и сейчас больше с ним ничего делать нельзя. Ну и вот эту группу роликов мы с вами сегодня просмотрим. Это ролики по сервису Timeline.js. Запомните это название. И давайте я вам дам в наш чат ссылку на этот сервис. Можете прямо сейчас эту ссылку запустить и по ходу дела что-то пытаться в нем делать, потому что сервис достаточно простой. Ну, собственно, о нем чуть дальше. Итак, немножко об истории процесса, об истории самого Timeline. Timeline, пожалуй, один из самых старых способов инфографического отображения информации, который появился еще, если не изменяет память, аж в XVIII веке. Разумеется, тогда ни о какой интерактивности не могло быть и речи. Появился он просто в виде плакатов вот таких, каких-то графических изображений, на которых отображались слева направо по увеличению какие-то даты, снабжались какими-то текстами они, какими-то фотографиями, ну, здесь фотографиями, это точно не XVIII век, это XIX век, причем, скорее всего, вторая половина или конец. Но, тем не менее, вот были варианты еще XVIII века. И вот мы видим, что слева направо идет условная ось, по которой увеличиваются даты. Вот уже тогда люди поняли, что примерно так очень удобно размещать информацию, для того, чтобы понимать, что, какое событие, за каким произошло. А вот более современный пример, линейка продуктов компании Sony. Если не изменяет память, где-то с 60-х годов до нашего времени. Вот как развивалась эта фирма, эта компания в плане тех продуктов, которые она выводит на рынок. Для компании, кстати, тоже очень удобный способ показа ее в развитии. То есть, тут в данном случае, конечно, уже эффект не дидактический, а маркетинговый, но, тем не менее, он тоже очень силен. Вот еще один пример. Кстати, очень вам советую из ресурсов скачать вот этот большой файл, который называется HistoMapWider. MapWider, да. Большой файл, 4 мегабайта почти. Это изображение, вертикальная, правда, ось времени, которая идет сверху вниз. Простирается почти на 4000 лет от 2000 года до нашей эры, до 1950 года. Наши эры. Взаимная мощь различных империй и стран. Вот здесь вот эту ось времени можно читать, часами рассматривать. Это исторически, это, ну вот, как она появилась, это был просто плакат, огромный плакат, который вешался, видимо, в классную комнату по истории. Вот. И изучать его можно, действительно, часами, и это очень интересно. Я вам советую его посмотреть. Ну, разумеется, все эти примеры, это пока чисто полиграфические примеры, никакой в них интерактивности нет. Ну, еще один такой пример, это первая, как считается, первая инфографика, которая показывает нашествие Наполеона на Россию. Вот вот эта вот толщина, это величина армии, с которой Наполеон вошел в Россию, а вот эта вот толщина черной линии, это то, с которой он из России вышел. И вот здесь по горизонтали тоже отложена ось времени. Это, конечно, не в чистом виде ось времени, но нечто использующее, аналогичные аналогичные приемы для показа того, что происходило. Ну и, наконец, вот пример интерактивной оси времени. Это тот самый сервис, о котором я говорил и который, к сожалению, сейчас умер. На этом сервисе хорошо показывать, ну, я вот скриншот этого сервиса сохранил, хорошо показывать ту интерактивность, которая позволила компьютерная идеология ввести в ось времени. То есть отображение оси времени на мониторе с использованием информационных технологий позволило в ось времени ввести существенные дополнения, что сделало ее гораздо интереснее в изучении, чем раньше. Ну, во-первых, появилась возможность практически бесконечное число событий по оси времени располагать, так как мы можем теперь листать эту ось времени, передвигать движком и так далее. Следующий момент, мы можем вот здесь, так или иначе, это во всех рассматриваемых осях времени будет присутствовать, движок с увеличением или уменьшением временного масштаба. То есть, мы можем раздвинуть события, можем их сдвинуть, посмотреть на всю ось времени разом, либо раздвинуть настолько, чтобы близкие события были бы видны наиболее, наилучшим образом. обращаю ваше внимание, что у любой оси времени, конечно, есть неприятность в отображении, когда, например, может что-то столетиями или даже тысячелетиями не происходить, а потом начинают очень часто происходить какие-то события, про которые надо сказать. Вот, например, несколько столетий, а потом год, два и даже месяцы между ними, и очень важные события пошли какие-то. Вот, это ведет к тому, что обозревать ось времени и рассматривать эту мелкую часть надо в разных масштабах. Поэтому, разумеется, масштабирование является основным в интерактивной оси времени, одним из основных приемов интерфейса. Ну, разумеется, ось времени можно просто двигать вот так туда-сюда, хватая за мышкой, за центр. Вот так вот выглядит какое-то элементарное событие. Если мы его нажмем, на него нажимаем, переходим в слайдер, где можно просто при помощи слайдера одно за другим просматривать события. Ну, и еще один интерактивный элемент, которого, к сожалению, нет в той оси времени, что мы сегодня будем изучать. Это вот такой вот плюсик, в котором сосредоточено много-много мелких событий. По мере уменьшения масштаба ряд близких событий схлопываются вот в такие вот плюсики. И мы видим, что на оси времени располагаются какие-то события важные, редко расставленные друг с другом. Ну, а внутри, и будем знать, что внутри вот этих плюсиков находятся какие-то близко расположенные события. Если нажать на этот плюсик, то ось времени расхлопнется и покажет нам вот эти события, которые здесь схлопнуты. Ну, все-таки этот сервис, как нехорош он был, он закончился, прекратил свое существование, и теперь мы перейдем к актуальному сервису, который, хотя не обладает некоторыми свойствами этого сервиса, но в целом лучше его. Это Timeline.js. Лучше он по той причине, я его называю полупрофессиональным сервисом, или даже профессиональным, потому что использовать этот сервис не гнушаются такие онлайн-издания, как New York Times, CNN, у нас Коммерсант и так далее. То есть крупнейшие онлайн-издания используют этот сервис для своих нужд. Его внешний вид достаточно аскетичен, тем не менее он достаточно хорош, и кроме всего прочего, у него есть такое замечательное свойство. Этот сервис обладает возможностью взять данные для своих событий в виде таблицы. Поначалу это вызывает некоторые затруднения в освоении этого сервиса, но потом, когда вы это освоите, вы понимаете, что это гигантское достижение, потому что на основе этой таблицы можно готовить данные гораздо быстрее, чем при помощи использования прямого интерфейса. Как это обычно делается в других осях времени, интерактивных, в других сервисах. Обычно вы описываете сначала саму ось времени, потом вы начинаете по одному описывать события, то есть точки на этой оси времени. И для каждого из этих событий вы описываете примерно от 5 до 15 различных полей должны заполнить либо копипейстом, либо самостоятельно ввести что-то. Это занимает... Поначалу это понятно, это гораздо понятнее, чем заполнить таблицу, но потом это начинает надоедать. Если вам надо сделать ось времени, например, на 100 событий, то вы замучаетесь эти поля заполнять. То есть если у вас 10 полей на 100 событий, это уже тысячи полей, которые вы должны заполнить. Это ужас просто. Ну, а таблица, она имеет хорошее свойство. Какие-то поля можно заполнить автоматически, какие-то поля остаются неизменными для всей оси времени, их можно просто продублировать. какие-то важные поля, например, можно взять из какой-то базы данных, которые у вас есть, просто скопировав соответствующее поле из базы данных. Более того, если вам надо быстро готовить оси времени, например, каждый день на основе вашей базы данных, где что-то происходит, например, появляются какие-то новинки, которые вы хотите отобразить на оси времени, вы можете просто написать соответствующий скрипт, который будет из базы данных готовить вам предварительную таблицу для этой оси времени. То есть замечательное свойство по автоматизации, при помощи которых можно изготовлять большое количество осей времени за единицу времени. таблицей ну и следующее, что я хотел бы сказать, это то, что ось времени timeline.js является да, вот здесь наверное надо рассказать, кто сделал ось времени timeline.js этот сервис изготовлен компанией, прошу прощения, не компанией, свободной группой, которая называется knitlab. Это группа, которая располагается в северо-западном университете США, и к счастью, это некоммерческая организация, поэтому за использование этого сервиса вы не должны платить денег никаких, более того, вы не обязаны даже регистрироваться на этом сервисе. И третье удобство заключается в том, что все действия выполняются прямо на главной странице этого сервиса. Все действия выполняются в четыре шага, и эти четыре шага все можно сделать на главной странице. То есть вы пришли на этот сервис, все сделали на главной странице, не регистрируясь, не платя никаких денег, получили результат, забыли, ушли. Все это то, что нужно преподавателю, потому что не заморачиваться на какие-то сложные платежи, на регистрации и так далее. Все сделано так, как удобно. Давайте дальше пойдем. Итак, изготовление... да, хотел бы сказать, что сервис Timeline.js это один из сервисов, из самой популярной сервис вот этой группы NeedLab, а другой сервис, который называется StoryMap.js, мы рассмотрим как раз на следующем нашем вебинаре со мной, который пройдет 6-го числа. Там речь пойдет об интерактивных путешествиях. Ну что ж, давайте посмотрим, что же располагается на этой первой странице. Все происходит в 4 шага. Эти 4 шага большими цифрами обозначены прямо на главной странице, если вы чуть-чуть промотаете эту страницу вверх. Первый шаг это взять шаблон для таблицы. Есть один нюанс. Для того, чтобы использовать сервис Timeline.js, вам понадобится использовать Google аккаунт. То есть, если вы не зарегистрированы в Google, вы должны в нем зарегистрироваться. Это нужно для того, чтобы вы могли использовать Google таблицы для заполнения параметров. И на первом шаге вы нажатием на кнопку взять шаблон, вот эту синюю кнопку, находясь в вашем Google аккаунте, получаете вот такое предупреждение, что у вас создается на Google диске, у вас создается копия документа. И после того, как вы согласились создать копию, вот так нажав на эту кнопочку, табличка помещается в ваши Google документы, Google таблицы, точнее, в уже заполненном виде. Это табличка, которая является шаблоном. Вы прямо можете эту табличку прямо с ней дальше поработать и посмотреть, что происходит. Я вам советую сразу изменить вот это название на какое-то свое, чтобы этот файл не потерялся. Что мы делаем дальше? Про то, что из себя представляют вот эти параметры, вы узнаете из роликов, которые я покажу. А для начала, как я вам советую чему-то научиться. Я советую в одной из строк сделать какие-то изменения для начала, не пытаться сразу создать свою ось времени, а попытаться чуть-чуть преобразовать шаблон с тем, чтобы понять, как это работает. Вот пример у меня есть. Я в поле headline, это поле заголовков, вставил слово, название «Мастер и Маргарита», в поле текст вставил начало романа «Мастер и Маргарита», буквально первые несколько предложений, ну а в поле три, поле медиа, вставил ссылку на YouTube файл с описанием первой сцены. Вот, ну и после этого мы переходим снова в timeline.js и делаем второй шаг. На втором шаге показывается, что мы должны сделать с таблицей, чтобы ее, чтобы перейти на третий шаг. А должны мы сделать следующее, мы эту таблицу должны опубликовать. В интернете есть такое, в Google доках есть такое понятие, как опубликовать таблицу. делается это, да, вот тут есть некое предупреждение, но о нем не будем. Публикация делается следующим образом. В меню нажимаем на меню файл и в выпадающем меню нажимаем на опубликовать в интернете. После того, как публикация прошла, мы просто забираем вот этот адрес из строки браузера и используем его на третьем шаге. Третий шаг заключается в том, что мы вставляем все это в специальное поле. Собственно, это и есть главное действие. Вот обратите внимание, остальные настройки не обязательны, а вот это самое главное. То есть мы организуем таблицу, публикуем ее в интернете и адрес опубликованной таблицы передаем в timeline.js. Вот в этом вся суть нашего действия. Ольга Николаевна, будет запись этого вебинара и на ней вы все посмотрите без потери связи. Все будет хорошо. Сегодня или завтра будет готова запись вебинара, поэтому вы все это сможете сделать. Вот три действия, которые мы произвели раз, два, три. Повторяю их еще раз. Мы берем шаблон таблицы, заполняем его своими действиями, публикуем эту таблицу в интернете и передаем ее адрес сервису timeline.js. Вот те главные составляющие, которые мы должны сделать. Есть еще дополнительные настройки, они не обязательны, но давайте их посмотрим. Вы можете выбрать ширину и высоту вашего timeline. Их можно передать как в процентах, так и в пикселях. И также открыть некоторые дополнительные опции. Сейчас мы их рассмотрим. Когда вы нажимаете на show, вниз открываются некоторые параметры, которые можно еще настроить. Это настройка языка. Здесь вы можете настроить свой родной язык. Например, я поставил русский язык. Обращаю внимание, это не значит, что весь интерфейс timeline.js тут же преобразится в русский. Нет, он останется английским, но интерфейс самого интерактивного элемента, который вы создали, он станет русским. вопрос, можно ли будет стереть и удалить неудачный вариант. Прелесть в том, что все хранится в таблице. Таблицу вы можете поправить, и как только вы поправите таблицу, поправится и ваш timeline. Например, неправильно вы дату указали, и это все сразу изменили в таблице, и сразу это все отобразилось и в timeline исправилось. Вот в чем прелесть. Шрифты. Лучше их не трогать вообще. Когда дойдут у вас руки, сделайте хороший timeline, можете потом с этими шрифтами поиграться, но, к сожалению, для русского языка мало хороших пар, и вот то, что стоит по умолчанию, оно достаточно разумно. Первый слайд по умолчанию стоит нулевой, то есть сначала, но можете поставить здесь любой слайд, например, с 30-го слайда начать ваш timeline по какой-то причине. Вот этот четвертый это масштаб. По умолчанию здесь стоит двоечка, это значит, что примерно в 4 раза больше ваш timeline, чем умещается в данный момент на экране. Если вы хотите сделать, чтобы он весь умещался, здесь надо поставить нолик. если вы хотите, два раза было, здесь надо поставить единичку и так далее. То есть это степень двойки в увеличении масштаба. Ну и последние настройки, которые снизу происходят, это начать с конца. Это редко когда нужно бывает. Показать навигацию наверху, а не снизу тоже, на мой взгляд, редко бывает нужно. это для программистов, когда вам нужно получить информацию об отладке. Ну и последнее, что я вам советую как раз сделать, это использовать, читается UseHash Bookmarks, это означает, что каждый слайд вашего таймлайна будет адресуемым. то есть вы можете передать ссылку не только на весь таймлайн целиком, но и например на 15-й, на 18-й слайд, на любой слайд. Последний, четвертый шаг, нажимаем на кнопку Get Link to Preview и в отдельном окошечке у вас открывается таймлайн. Результаты этого таймлайна можете сразу посмотреть. Вот в данном случае тот слайд, который я сделал с Мастером и Маргаритой, он высветился. Здесь появился текст, здесь появился наш заголовочек. Как я уже сказал, более подробно мы посмотрим это в наших роликах. Что еще можно сделать? Можно взять вот здесь не только ссылку, но и вот этот вот код. это iFrame код, можно вставить в свой блог, в свой учебный курс, на свой сайт, на сайт университета, если это расписание, например, вебинаров, ну и много еще куда. Всюду, где у вас имеется доступ к HTML коду, какой-то страницы, можно вставить вот этот iFrame код, и тогда ваш таймлайн будет не сам по себе в виде отдельной страницы, а прямо встроиться в страницу, которую вы хотите. Примеры таймлайнов я вам покажу уже в то время, как будут демонстрироваться ролики. Ну и вот пример, как этот код вставляется в ваш курс, который вы делаете, например, в Moodle. Вот ваша отдельная страничка в Moodle, текстовая, эту страничку вы редактируете, в редакторе включаете редактор HTML-кода и вставляете вот этот код вот сюда прямо в вашу страничку. Ну и вот вы видите, что в редакторе появилось вот это вот изображение. Здесь, правда, кургуза очень получилось, потому что мало места. Вообще, имейте в виду, что для таймлайна нужно горизонтальное место, и чем более он раздвинут по горизонтали, тем красивее он выглядит. Вот приверстки, имейте это, пожалуйста, в виду. Ну вот и конечный вариант на странице Google помещен такой таймлайн. А теперь давайте посмотрим учебные ролики, которые все то, что я сказал, показывают в действии. Можете попытаться прямо по ходу дела сделать это в Timeline.js по той ссылке, которую я вам давал. У многих моих слушателей, моих курсов получается прямо по ходу демонстрации сделать что-то, первые какие-то шаги. Это здорово. Если нет, то эти ролики доступны на моем канале на YouTube. Можете их всегда посмотреть, либо просто пересмотреть запись вебинара. Пока будут демонстрироваться ролики, я буду оставаться в чате, отвечать на ваши вопросы, если они будут. А также буду кидать вам в чат примеры таймлайнов, которые в разное время мной сделаны. Ну что ж, давайте перейдем собственно к обучению и начнем наши ролики смотреть. Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами продолжаем наши учебные занятия в цикле практикум автора учебного контента. И сегодня я вам расскажу про замечательный сервис, который называется Timeline.js. Сервис предназначен для создания осей времени или таймлайнов. Подробнее о таймлайнах вы можете посмотреть цикл моих видеороликов, записанных несколько раньше. Ссылочку на этот цикл можете посмотреть в подписи к данному видеоролику. Сегодня я не буду вам говорить о том, что такое таймлайн, для чего он нужен и чем он хорош. Мы будем исходить из того, что это очевидно и то, для чего вы будете применять ось времени вам понятно. Скажу лишь то, что ось времени это один из наиболее мощных аппаратов, который может применяться как в средствах массовой информации, так и в блогах, в сайтах и, конечно, в электронных учебных курсах. Timeline.js это один из сервисов, не единственный, при помощи которого можно создавать оси времени, но, на мой взгляд, на настоящий момент один из самых продвинутых и я бы даже его назвал полупрофессиональным. Этим сервисом не гнушаются пользоваться такие СМИ, как Коммерсант, Лента.ру, ну и многие другие. Вы можете увидеть оси времени, изготовленные в этом сервисе, практически в любом крупном СМИ. Авторами этого сервиса является группа энтузиастов из Северо-Восточного университета в Бостоне. У них есть еще несколько известных сервисов, которые они сделали, такие как сервис StoryMap, сервис SoundSite, о котором я рассказывал ранее, и некоторые другие. Но сервис Timeline.js наверное самый известный их сервис и самый популярный. Сегодня мы с вами посмотрим, как работать в этом сервисе, причем рассмотрим самую новую версию Timeline.js 3. Это третья версия сервиса Timeline. Она находится пока в состоянии бета, но вот уже этой осенью, как обещают разработчики в сентябре этого года, она должна стать основной версией этого сервиса. Как выглядят таймлайны, изготовленные при помощи сервиса Timeline.js? С двумя примерами вы можете ознакомиться прямо на главной странице сервиса. Давайте посмотрим один из них. Вот он загружается и вот так выглядит примерно timeline. Снизу мы видим вот такую панель. На ней собственно располагаются годы и отметки событий. События это вот такие вкладки, на которых есть небольшое изображение и надпись. При нажатии на это событие происходит его возникновение в поле сверху. Давайте посмотрим, как это все работает. Во-первых, события можно переключать при помощи кнопочек вперед и назад. Вот эти кнопочки. Они перещелкиваются. Вот я сейчас назад возвращаюсь. Обратите внимание, что при этом снизу происходит тоже перещелкивание между разными событиями. Давайте я еще раз нарисую. Вот сейчас воспроизводится вот это вот событие. Оно относится к 1983 году. Ну и мы видим, что рядом располагается ось, на которой точки обозначены другие события, а вот такими вкладками заглавия этих событий. на основном поле события располагается описание события и какой-то медиафайл. В качестве медиафайла может присутствовать просто надпись какая-то, видео, картинка, некая интерактивная область и так далее. Сегодня мы познакомимся с полным составом медиаобъектов, которые могут располагаться в окне события. Справа располагается заголовок, описание события и дата, когда все это произошло. Непосредственно под медиаобъектом может располагаться его краткое название, а также ссылка на источник этого медиаобъекта. Вот, собственно, и все. Еще, наверное, надо добавить, что эта ось времени интерактивная, потому что ее можно вот так передвигать, можно вызывать события нажатием на его вкладыш. Вот так вот. Можно также увеличивать или уменьшать масштаб. Сейчас я это сделаю. Вот сейчас я уменьшаю масштаб, соответственно, события по оси времени раздвигаются, а вот так я его увеличиваю, и события сдвигаются на оси времени. Но, кроме всего прочего, есть еще кнопочка вот эта, которая ведет к началу нашей оси времени. Вот, собственно, и все. Функционал простой и очень полезный. Больше по этому поводу, наверное, не стоит говорить. Давайте, разве что, я вам еще покажу тот пример, который приводится в конце страницы. Вот он, более современный такой пример, на котором располагаются разные виды событий. Вот, например, Google Map с возможностью интерактивно просматривать эту карту, как полагается. Это просто твит из твиттера, который можно по ссылке расположить в таймлайне. Это изображение из сервиса Flickr. Это видеоролик с Vimeo. Это ну вот тут, видимо, достаточно долго загружается. Это звук с сервиса SoundCloud. Это видео с YouTube и снова изображение с Flickr. Мы подробнее остановимся на всех этих видах и я вам покажу, как это делается. На этом вступление в сервис TimelineJS можно считать законченным. И теперь мы посмотрим, как можно создать такую ось времени. сервис Чем хорош сервис Timeline? Главное его преимущество заключается в том, что вся работа автоматизирована. Вам не надо добавлять каждое событие по одному, размещая его описание в соответствующих графах какой-нибудь формы ввода, как это делается в большинстве других сервисов. Работа с сервисом TimelineJS происходит следующим образом. Вы можете подготавливать результат в любой удобной для вас таблице, например, в Excel, но конечный результат вы должны перенести в специально сформированный файл в Google Доках. В чем же основное преимущество сервиса TimelineJS? На мой взгляд, основное его преимущество заключается в том, что этот сервис позволяет автоматизировать создание осей времени. Автоматизация происходит за счет использования таблиц. TimelineJS использует таблицы из Google документов. Следовательно, вам, прежде чем работать с таймлайном, придется обзавестись аккаунтом в Google. Подготавливать данные к таймлайну можно в любой таблице, но окончательные его результаты надо разместить в специально форматированной таблице Google Doc. Как все это делается? Да, я совсем забыл сказать, что прелесть TimelineJS заключается, кроме его бесплатности, заключается еще и в том, что на нем не надо даже регистрироваться. Весь сервис по сути дела сосредоточен на главной странице сервиса и прямо с этой главной страницы, с единственной страницы вы производите четыре шага, после которого ваша ось времени создается и отображается. Давайте пролистаем эту страничку и начнем с вот этих шагов. Первый шаг это создание таблицы таблицы по специальному шаблону. Вот он этот шаблон. Для того, чтобы с ним работать, надо просто нажать на эту кнопочку. Вот он загрузился. С его форматом мы познакомимся чуть попозже. Вот загрузился этот шаблон, теперь вы должны нажать на кнопку использовать этот шаблон. Давайте, это достаточно важно, я это место подчеркну. Вот эта кнопочка. Итак, нажимаем на эту кнопку. И у нас в наших Google документах открывается вот такой вот файл. Мы можем его сохранить под любым именем, вот сейчас мы можем просто взять и написать здесь пример оси времени. Вот под таким именем, допустим, мы можем запомнить это название. Достаточно просто перевести куда-то курсор и этот файл запомнится у вас в Google документах. После того, как вы заполнили эту табличку своими событиями, мы можем перейти к следующему шагу. давайте посмотрим, что надо сделать в следующем шаге. В следующем шаге нам объясняется, как сохранить данные таблицы для того, чтобы сервис Timeline.js увидел эту таблицу. Сделать оказывается достаточно просто. Надо опубликовать данную таблицу в интернете и перенести соответствующую ссылку в сервис Timeline.js. Делается это очень просто. Смотрите, мы снова находимся в Google документах. Итак, мы поправили нашу таблицу, как нам было нужно, и после этого мы делаем следующее. Мы заходим в меню файл, находим там строчку опубликовать в интернете и просто нажимаем на кнопочку опубликовать. В открывшемся окне нажимаем на кнопку ОК и копируем вот эту ссылочку, которая у нас появилась для переноса в сервис Timeline.js. Второй шаг из четырех мы сделали. Ну что ж, переходим к третьему шагу, в котором мы должны перенести нашу ссылку вот в это окошечко. Я нажимаю на Ctrl-V и переношу сюда нашу ссылочку на опубликованную таблицу. После этого мы можем настроить внешний вид нашей оси времени. Давайте рассмотрим параметры. Сразу откроем дополнительные параметры, чтобы было понятно, что и как. Тут есть несколько основных параметров и несколько дополнительных. вот эти параметры описывают параметры Size описывают ширину и высоту нашей оси времени. И ширину и высоту можно задавать либо в пикселях, либо в процентах. В настоящий момент задано 100% ширины и 650 пикселей высоты. Это значение по умолчанию. В настоящий момент оно нас устраивает, мы не будем его исправлять. Давайте посмотрим дополнительные параметры. Во-первых, надо выбрать язык. Я хочу вам сказать, что выбор этот не настолько важен, потому что очень мало параметров таймлайна зависит от языка. Тем не менее, давайте выберем русский язык. Выберем шрифты. Можно оставить шрифты по умолчанию. Есть еще некоторый набор шрифтов, которые можно использовать. Я бы советовал вам использовать самые простые шрифты Джорджа и Гильветика. Просто потому, что это единственный набор шрифтов в сервисе, который полностью соответствует как в английском, так и в русском языках. К сожалению, все остальные красивые наборы существуют только в английском языке, а в русском языке они заменяются какими-то палеотивами, которые совсем не так красивы. Поэтому я вам предлагаю использовать вот такой набор Джорджа и Гильветика. Давайте вот так подчеркнем, чтобы это было видно. Дальше можно ничего не править. Все сделано по уму здесь. Но если вы хотите что-то изменить, то ради бога. Какие здесь настройки возможны? Первая настройка вот эта вот. Это настройка начать таймлайн в конце. Это говорит о том, что когда ваш таймлайн откроется, то он откроется не на самом первом событии, а на самом последнем, на том, который располагается ближе к нашему времени. Иногда это бывает удобно тоже. Вот эта настроечка позволяет переместить информацию о времени, то есть саму ось времени, не события, а то место, где располагаются даты, снизу наверх. На мой взгляд, это очень неудобно, но такая возможность есть. Третья настроечка дебаг позволяет отлаживать ось времени, если там есть какие-то ошибки. Не так часто приходится ее использовать, но тем не менее, для отладки она нужна. Дальше еще можно делать следующее. Можно указать стартовый слайд, отличный от начального и конечного. Вот здесь. Например, вы можете захотеть сделать стартовым слайдом третий. И тогда запишите сюда третий слайд. последняя настроечка это степень увеличения. По умолчанию стоит два. Если бы там стояло ноль, это означало бы, что все наши события помещаются на одном экране. Соответственно, два означает, что они помещаются примерно на четырех экранах, три на восьми экранах и так далее. Это такая степень увеличения масштаба. Это все равно, что в самом начале вы бы несколько раз нажали на кнопки плюс и минус слева от нашего таймлайна. Вот и все настройки. Больше никаких настроек нет. Теперь мы можем перейти спокойно к следующему шагу. К четвертому шагу. Четвертый шаг состоит в просмотре и в том, что вы можете взять вот этот код и вставить его в любое место, которое вам удобно. В вашем собственном электронном учебном курсе, в блоге, на сайте и так далее. Для того, чтобы посмотреть, как это все выглядит, мы можем либо нажать превью, которое по умолчанию и так уже нажато, либо, если мы хотим это сделать в отдельном окне, нажать на вот такую вот кнопочку и переходим к просмотру. Ну вот, так как мы ничего не изменяли, мы снова оказываемся вот в этом таймлайне, который является примером и так далее. Вот и все с нашими четверми шагами. Сделать это очень легко. Теперь переходим к самому важному, к тому, как заполнить таблицу и чем она, эта таблица характеризуется. Давайте посмотрим наш пример, который мы скачали. Я вам расскажу про те поля, которые в этой таблице есть. В этой таблице достаточно много полей. Но не все их обязательно заполнять. Иногда достаточно 4-5 полей для того, чтобы все это заработало. Одни из самых важных полей это поля А, Б, С и Д. Это поля начала события. Начало события, либо единственной даты события, если мы не собираемся воспроизводить интервал. В поле Ер, вот в первом поле А, Располагается год события. Вот если мы посмотрим события под номером идущие в строчке 3, это 2012 год. Поле Б это месяц, Month. Здесь мы можем указать численное значение месяца от 1 до 12. Вот, например, в строчке 4 идет ноябрь. Дальше мы можем по лице располагать день. Вот оно, 1 ноября. Всего 1 ноября в 4 строке 1 ноября 2011 года. Ну и еще в строке Д мы можем дать время. Время в вот в таком вот формате, 24-часовом формате, где в данном случае написано 5 часов 58 минут 44 секунды. Итого в строке 5 полная дата и время. 5 часов 58 минут 44 секунды 16 ноября 2011 года. Ну, скажу вам откровенно, такое редко бывает нужно. Как правило, обходится годом, либо годом и датой. Итак, это одна из основных групп параметров нашей таблицы. Вторая группа полностью повторяет первую, только описывает конец события. Если событие имеет продолжительность и вы знаете эту продолжительность, ну, например, собор создавался с 1544 по 1947 год, тогда вы можете задать и начальную дату и конечную. Вот в строке 5 мы видим, что событие закончилось 16 ноября в 7 часов 30 минут. Я вам хочу сказать, что в этом случае, если указана и конечная дата, то событие на оси времени будет обозначаться не точкой, а отрезком. Дальше идет достаточно важное поле, которое помогает сделать нам нашу оси времени красивее. Это DisplayDate. То есть, это та дата, которую вы хотите, чтобы была воспроизведена явным образом над описанием события. Давайте посмотрим на нашем примере, есть ли тут подобные примеры. Да, вот, например, дата, которая обозначается вот так. Это не та дата, которая появляется вот в этих полях. Это дата, которая появляется в поле DisplayDate. Таким образом, еще раз, если мы хотим, чтобы наш интервал времени был бы записан явным образом над названием нашего события, мы должны заполнить поле DisplayDate. Следующие несколько полей описывают уже само событие. Давайте ознакомимся с ними. Поле Headline. Вот оно, это поле. в этом поле мы описываем заголовок нашего события. Ну, например, празднование нового 2015 года. Это текстовое поле, которое будет показано на оси времени крупным шрифтом. Ну, в данном случае вот, вот этот заголовок. Следующее поле, поле текст. Это основное описание событий. в этом поле мы можем задать основное содержание событий. Если мы вернемся к нашему примеру, то таким вот полем будет вот это вот поле. Итак, здесь располагается основное описание событий. Следующее поле это поле медиа. Одно из основных полей нашей таблицы, определяющих внешнюю медийную привлекательность нашего таймлайна. Это ссылка на медиа. Ссылка на изображение, на видеофрагмент, на какой-то сервис и так далее. С полным содержанием этого поля мы познакомимся в отдельном ролике. А сейчас продолжим описание полей. Следующее поле это поле медиа кредит. это поле которое позволяет нам указать источник нашего медиа. Кто опубликовал первым данное изображение, чьи права на видео и так далее. Следующее поле это медиа капшен. В этом поле мы можем указать краткую подпись картинки. Сейчас мы увидим как эти поля располагаются в таймлайне. Вот это поле это поле медиа. Здесь появляется основное оформление нашего таймлайна. Это картинка, видео или какой-то сервис. Вот здесь располагается описание данной картинки и вот здесь располагается поле со ссылкой на первоисточник данного изображения. Вот эти три поля. Вернемся к описанию полей и посмотрим какие еще поля есть. есть поле медиа сомб нейл. Оно как правило остается незаполненным но тем не менее об этом поле я вам расскажу и чуть позже покажу. Вот это поле. Оно маленькое но иногда достаточно полезное. Сейчас я его отмечу. Оно позволяет нам вот в этот кусочек пространства записать свою пиктограмму. можно записать туда маленькое изображение той картинки которая изображается выше. Можно какую-то туда поместить иконочку или любое другое свое фирменное изображение. В данном случае это поле не заполнено но я вам покажу как его заполнять. следующее поле Type это поле особенное особенное оно тем что вот это поле что оно может иметь единственное значение если оно имеет значение то это значение должно обозначаться словом Title тогда это означает что данное изображение используется как титульное изображение для оси времени в этом случае игнорируются поля от А до H то есть не принимаются во внимание те даты которыми заполнены эти поля в любом случае это изображение будет первым это изображение будет первым ну можно считать что это просто обложка нашего таймлайна следующее поле это поле группы поле достаточно интересное не всегда его надо использовать если мы хотим чтобы все наши события располагались в разных группах и показывались в разных рядах таймлайна это можно сделать при помощи заполнения вот этого поля в этом поле может располагаться любое слово количество разных слов определяет количество групп на которые будет разбит наш таймлайн однако не надо злоупотреблять я не советую вам делать много групп 2, 3, 4 это тот максимум который будет красиво отображаться на таймлайне в нашем примере мы не видим групп но если бы они были то они располагались бы вот здесь сейчас я вам покажу и соответственно было бы несколько полей вот таких вот у меня немножко неровно но суть вы поняли и соответственно все события которые принадлежат той или иной группе располагались бы вдоль вот этих вот линий к сожалению такой мощный инструмент пока не является интерактивным и нельзя включить или выключить определенную группу я думаю что у разработчиков есть такие задумки но они их пока просто не реализовали и пока единственное что можно сделать это расположить группы вдоль вот этих вот линий ну и последнее поле это поле background поле которое позволяет выбрать цвет фона цвет фона сейчас я вам это поле обозначу если вы ничего не пишете в этом поле цвет фона будет белым но кроме того вы можете сюда вставить описание цвета вот в такой вот нотации это привычное для тех людей которые работают часто с фотошопом или с html это понятная аннотация это номер цвета где каждые два символа могут описывать цветовую составляющую красный синий или зеленый от нуля до 255 или от 00 до ff в данном случае 333 333 это обозначение темно-серого цвета ну и так же сюда можно вставить ссылочку на фоновое изображение вот и все что надо знать о полях таблицы в следующих роликах я вам покажу каким образом эту таблицу можно заполнить и какие значения полей в нее можно вставить чтобы получить наилучший результат друзья ну вот мы с вами посмотрели учебные ролики последние три учебных ролика которые посвящены различным настройкам поля поля медиа выходят за наш сегодняшний регламент вы их можете посмотреть на том в том плейлисте который я привел в чате я вас предупреждал что сегодняшнее сегодняшнее наше занятие будет таким именно занятием не информационным а практическим если вы пересмотрите этот вебинар то вы и эти ролики я надеюсь вы сможете освоить сервис timeline.js как это обычно делают те слушатели которые ходят на мои учебные курсы ничего сложного в нем нет а вы получаете для себя мощный инструмент для создания интерактивного контента ну что ж у меня все есть ли у вас какие-то вопросы давайте их в чат прямо сейчас чтобы мы могли обсудить их с вами может быть у вас есть какие-то вопросы не обязательно по функционалу по интерфейсу который вы сможете освоить по роликам а какие-то более фундаментальные вопросы вот как в самом начале вопрос был по поводу дидактики ну что ж люди начинают благодарить это хорошо я рад что я вам сегодня смог как-то помочь если кто-то прямо по ходу дела не освоил этот сервис ничего страшного с этим сервисом в руке с одной стороны в одной вкладке и с записью сегодняшнего вебинара в другой попробуйте это сделать через некоторое время вам понадобится один-два часа для того чтобы нормально это освоить ничего страшного там нет все все вполне познаваемо и по моим моему опыту большинство слушателей курса моего всегда этот сервис усваивают достаточно хорошо ну что ж я благодарю всех благодарю всех за участие в вебинаре и надеюсь что этот вебинар будет вам полезен не только как информация но и побудит вас ввести в свой оборот еще один сервис для того чтобы вы стали более конкурентоспособны на НИВе электронного учебного контента что ж коллеги всего вам хорошего до новых встреч наша с вами новая встреча состоится 6 числа когда я буду спикером ну а 4 июня мы с вами встретимся на вебинаре Сергея Напалкова всего доброго до встреч в Директ Академии до свидания